Так, идущий в никуда. Приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа. Давайте смотреть, что у нас по битку, крипте, планы. Так, первое. Так, глобально сейчас рассмотрим, локально что. У меня был фьючерс. Фьючерс взят вот от этой лимитки, чуть-чуть отступил, взял по 39,800. Ну и, как мы видим, разруинили мне фьюч, так скажем, уехали в стоп, ну, в безубыток, можно сказать. Там даже я в какой-то плюсик поставил. Вот, почему здесь брал, потому что был у монитора, когда это был, когда там 10 января, был у монитора. Мы тут были в отметке 39,800, тут лимитку на Binance снизу была, почему бы не взять, взял по, ну, что-то там 39,800, ну, неважно, короче, почему. Ну, потому что, ну, тут очень красиво лой у нас был поставлен, и прямо около лои отертались, что бы сюда стоп не поставить, там стоп вниз, ну, даже процента нету. Вот, ну, и в итоге, короче, заруинили, я думал, сейчас похвастаюсь пацанам, съездим на АТХ, съездили. Вот, в общем, и в целом, как бы мы видим, тут, ну, как бы комментировать особо нечего, очень сильно скамят, да, и уже, ну, как бы напоминает. Какой-то 18 мая, да, 19 мая был супердамп, когда был, вот, лично у меня приличный ликвидос, и вот ситуация один в один, то есть не дают каких-то сфингов, плюс ратио бинанса, очень, ну, так скажем, напрягает 70-75%, и, ну, исторически, как бы не надо идти против него. На это были причины, там, у институционалов, когда, ну, я смотрел лично позиции институционалов, но так как оказалось, что 4 850 контрактов у них стоит в лонг, ну, то есть на них смотреть имеет смысл только по формуле, там, лонги, минус 4 850, там, и шорты смотреть. Вот, так как институционалы уже не являются индикатором лонги, бинки, если смотреть, то они не заходят за отметку, там, 60. Ну, короче, если простым словами, жду что-то такого, то есть жду каскад ликвидации еще, да, каскад ликвидации, ну, примерно до 30 тысяч. Тут у нас, ну, как бы, плотная проторгованная зона. Почему? Потому что мы не сбрасывали радио до 50%, то есть если взять, например, биткоин, когда тут вот здесь вот, да, вот в этой полосе, мы как бы, ну, скамились, тут было где-то там 55-65 процентов, росли, 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 падали до, там, тех же 60. Тут на доливке мы набирали уже, там, 70, и вот здесь вот на 75 скамились. Потом снова набираемся, 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 там 60, 65, раз, 80. Раз, ликвиднули, 50, окей, все, значит, поехали на свинг, скамимся, скамимся, то есть это растем, растем по радио, там до, точнее, падаем до 65-60. Первый скам, 70, второй скам, по-моему, что-то тоже 72-75. И, короче, вот тут вот 68, и бах, короче, все, провалились до 50% по радио. Поэтому вот я жду последнего каскада, когда мы срезаем, ну, здесь вот процентов 20, 25, может, даже 30, если до 80 уедет. Лично этого, ну, к сожалению или к счастью жду. То есть, ну, объективно, надо понимать, как бы, рынок, если лошадь мертвая, надо с нее просто слезть. И, очевидно, сейчас, ну, не произошло каскада ликвидации лонгов. Да, там приходят лютые ликвиды, там, он на битме, по-моему, 18 тысяч, потому что откупают. Но, ну, как бы, вот этот вот индикатор не говорит то, что мы испытали супер боль, там, с массовыми ликвидами, потому что сейчас доливаются на фьючерах, очевидно. Вот. Это первое, второе, то есть, уже, как бы, третий раз, третий раз, это не работает. То есть, вот, первый условный запил, второй условный запил. Как бы, на третий раз срабатывает все очень плохо, да, то есть, вроде третий, а нет вот этот, а нет вот этот. Но, на самом деле, как бы, вот здесь такая же ситуация была. Просто, как сейчас помню в чатах, когда сидели, растягивали один и тот же фрактал, то есть, вот этот вот, вот этот фрактал, натягивали сюда, о, подходит, о, подходит. И вот тут, ну, меньше, но подходит. И, как бы, вот на третий раз все, как бы, соскамили. Вот, поэтому, сейчас, очевидно, что, ну, так скажем, ждать откупы, ну, не имеет смысла, там, ловить каждое, там, дно выкупать, да, имеет смысл просто подождать, ну, как бы, свинга хотя бы минимального выныривания. Вот, многие альткоины закрыл, да, потому что многие пробили реально важные уровни, там, кек по 10, комп 100, 175 и так далее. Да, да, то есть, почему закрыл, потому что, когда, вот, начинается вот такой каскад, мой урок с 19 мая, который я вынес, да, не, во-первых, не выкупать вот это вот все фьючами, потому что здесь я проснулся, когда, там, 18-го, 19-го. О, да у меня же много тезер, и сейчас мы все откупим. Откупил так, что на фьючах ликвидос. Вот, поэтому ни в коем случае на фьючах ничего не отторговываю. Что можно зафиксировал, какие-то похоронные альткоины оставил, на, ну, то есть, так скажем, уже не жалко. Вот, но, как бы, большие позы по альтам, которые жалко, ну, как бы, зафиксировал, потому что, когда будет, ну, узкий стакан, так скажем, наверх, мы всегда идем по лесенке, а спускаемся всегда на лифте. Поэтому, вот, как раз-таки, в этот, вот, ну, пиковый момент альты, даже если там выставить стопы, они не сработают, потому что, так скажем, в узкий стакан упадет ваша заявка, и закрываться об друг друга, пока не нащупает покупатель, это, ну, там, я говорю, очень тяжко. Вот, поэтому, к сожалению, ну, быков, очевидно, нету сейчас вообще. Ну, то есть, видно, как не откупает, и лезть, в принципе, в эту мясорубку не имеет смысла, так скажем, терять деньги в этой мясорубке. Вот, что касается, это что касаемо альтов. А, кстати, по эфириуму вот такой вот раскладосик, да, очень похожий с, ну, так скажем, битком. То есть, удар по стакану, ликвид, поступательный рост и потом просто каскадный, так скажем, ликвид. Куда мы можем прийти? В сильную зону 2000. То есть, тут тоже вот зона 10000 на битке как бы удержалась. Но, опять же, да, и рынок был другой, и плюс это деривативы и так далее. То есть, ну, как бы по эфириуму можем сходить, проверить двушечку и потом дать какой-никакой свинг, ну, потом его еще раз перебить и уже, ну, как бы ниже пойти. Поэтому, ну, как бы жду чего-то такого, да, ну, или хотя бы вот так вот. Вот, это что касается эфириума. Вот. Понятно, что там на рынке надо быть гибким и так далее, но просто слишком много ошибок было мною допущено, поэтому, ну, нужно уметь фиксировать даже убытки, ну, как робот просто зафиксил, и вообще пофигу. Наколбасим еще прибыли. Вот. Так, что еще, что еще? Ну, понятно, что этот, какого, фондос отрицательный, да, но времена давления спотом, мы видим, что, ну, на споте очень сильно низут вниз. Ну, как бы шарты, шартам удается платить фондирование лангам, да, а плюс еще, вот, ну, у нас есть такие вот бобики, например, на эфириуме, которые, ну, как бы даже на битме содержат очень много ликвидов, поэтому именно вот по эфириуму и подобным будет прям лютейшее каскадище. Сколько тут получается? Еще можно отъехать на 30%. Вот, поэтому осторожнее. Я просто свои уроки, как бы, вынес 19 мая, поэтому, если кто-то новенький, я говорю, не покупайте на фьючах, это всегда плохо заканчивается, откуп на фьючах. Когда уже там движение, ну, там, условно началось, еще можно там фьючи на пробой взять, на свинг. Вот, ну, как бы, вот это вот ловить, для меня лично это плохо заканчивалось, поэтому. Вот, сейчас к чему план такой? Приготовиться, как бы, вот к этим всем диапазонам, к свингам, да, и играть там от ланга, от шарта уже внутри, там, условно, какого-то диапазона, да, что по битку, что по альтам, что по шарту, вот. Вот, поэтому план пока такой, готовлюсь, как бы, некоторые там жетоны, лудоманию. Так, давайте смотреть, что у нас по комментариям. Оставьте печальку, все только начинается, спасибо за обзор. Вообще печали нету, ну, спокойно сфиксировал. Это вот 19 мая, когда ликвиднулся, я тогда переживал, а сейчас вообще пофигу, как бы. Вот, денег в вагон, прибыли было много за 2021, поэтому ее самое главное сохранить и приумножить. Вот, а когда такая вот штука, ну, очевидно. Ну, понятно, что можно сказать, типа, уже и там, быки последние перебываются в медвежку, но очевидно, что, как бы, бык не бык, у меня было три аргумента, там, условно, СМЕ, фандинг и... что у меня еще было? СМЕ, фандинг, DXY, да. Против этого стояло у меня рваное распределение, то есть, да, например, вот на битке. На битке. Мне, ну, не нравилась вообще изначально эта структура, еще вот с этих вот времен, что мы идем очень рвано, то есть, мы идем вот так вот лесенками. Лесенками мы идем обычно на... Когда вот, ну, чисто вот прям пинают актив, когда скам движения идет, то есть, вот эти вот все скам движения, они такие же, как бы, очень похожи, да, на подобные. Вот, то есть, например, вот мы один в один прошлись вот таким вот скам движением. Мне это очень не нравилось, но, так как неправильно прочитанные СМЕ-шки стояли в лонг, и они еще, кстати, докупались немножечко, да, вот здесь вот на шортах, даже если по формуле там считать, они здесь какие-то частички покупали, а потом уже, ну, поняли, к чему идет, начали сбрасывать. Вот, поэтому рванный очень тренд, ратио постоянно здесь было в 70%, ну, как бы, вот если оно здесь скаманулось до, там, до 50%, все, я бы рассчитывал на очень хороший свинг, возможно, даже на АТХ, но здесь оно не прекращается быть, ну, так скажем, горячим до 72, да, плюс очень, так скажем, негативный знак, это у меня знакомые начали интересоваться там биткоинами, как купить крипту, как зайти на Binance, а это означает, что подъезжает розница, это как бы всегда, ну, заканчивается одним и тем же. Привет, все, ок, я в просадке был на споте, минус 50% ошибся, ждал, чтобы закупить, вот сейчас беру, думаю, теперь наверх. Я думаю, что каскад, ну, последний, так скажем, каскад с ликвидацией, самый сильный, он впереди, не знаю, на выходных, не на выходных, думаю, может, кстати, и на выходных устроить. Главное помнить, что следующий Bull Run на сезон будет одним из самых приятных впечатлений. Я думаю, что надо готовиться вообще к любому рынку. Сейчас, как бы, снова, ну, открываю себе, как это сказать, возможность шортить. Наконец-то оковы сняты. Как я только начал лонговать, начались какие-то проблемы, короче, все, надо шортуном быть. Вот, поэтому я даже Bull Run не буду ждать сейчас. Это, под, натаскаемся. И пора делать, разгонять опять депозиты. За юмор спасибо, интересная мысль Палга. История очень интересна создателей. Не знаю, что там за история, как бы, сейчас все скамится. Если только на... Ну, конечно, даже во времена скама, просто скам там будут лютые отскоки у некоторых. Вот, и Алга нормально. Так. В принципе, как у Инчоуса. Как у Инчоуса. Так, в принципе, сейчас все выглядит. Не знаю, тут смотреть каскад. Ну, то есть, если биток, там эфир может на 30% упасть. Ну, то есть, то же самое и Алга. Может, перелой не сделать. Перелой не сделать. Пойти что-то такое. Потом забрать правое плечо. И уже потом надо смотреть. Вот. Плюс. Кстати, вот насчет битка. Прям не так уж и все печально. Потому что именно вот на боковых, так скажем, сфингах у битка начался альтезон. Не знаю, будет ли он к доллару. Как бы, к битку он, очевидно, есть. Очень большое переливание в биток. Даже там индикаторы, которые показывают, что альтезон есть. Он действительно есть. Так он, ну, так скажем, биток из битка перелили в альты. Только непонятно, откэшится или не откэшится. Это, как бы, сложно узнать. Вот. Но есть шанс, что это альтезон. Ты это не унывай. Да, блин, вы чё? Ну, как бы, вообще проблем нет. Потому что уныть, не уныть. Это рынок. В смысле унывать. То есть, ну, ты, как бы, у реки два берега. Как бы, выбираешь простые. И всё. Ну, выбер, выбрал не тот. Ничего страшного. Вот. Так. Не можешь себе этого позволить. Много людей слушают твое мнение. Не следует твоим мыслям. Поэтому соберись вперёд. С присущим тебе юмором покорять вершин тренинг. Назад пути нет. Только вправо. Ну, а на юг или север определись сам. Спасибо, Денис. Вообще, в точку. Лучше бы не просыпаться. Дампель через Coinbase. Да, там Coinbase, как бы, амбассадор. Вообще, ну, движение. Ну, FTX Coinbase. То есть, это две американские криптобиржи, которые решили подмять под себя всё. Вот. И, кстати, что ещё напрягало во всём этом падении, да? То, что негатив... То есть, позитивные новости у нас выходили именно на днах. На дне, да? На дне всегда негативные новости. То есть, добивают, добивают, добивают рынок обычно, да? И когда ты видишь, что негативные новости уже не играют роли, тогда, да, уже мы близко к свингу. А сейчас прям на каждом дне, как бы, позитивные новости. Там разрешили, тут разрешили. Ну, и кроме России, конечно. Тут Россия у нас всегда всё запрещает. Ну, вот, например, в Америке там тот фонд инвестирует, этот бит зашёл, ETF одобрит. Вот, поэтому, ну, вообще, да. Вот, американцы со скамблем. Здесь сегодня в гороскопе написано, придётся полноваться, что-то пойдёт не так, успех не с горами. Поэтому сижу на споте. Попе ровно просадка минус 55% будет сидеть до упора. Ну, до свинга можно сидеть. Смотри, какая цель. Лучше уже досидеть до нуля, что маловероятно, чем забрать минус 50%. А проблема в том, что, как бы, можешь минус 55% забрать, а тебе можешь минус 80%. Или потом бьёшь, сама тебе минус 100 за коротко. Вот. Ну, это, конечно, шутки, но всё равно. Адеп осталось 3000 юст. Может, посоветуешь, куда слить? Это, это, а, из ДТ. Жди пока, можешь на откуп там что-нибудь намного ниже ставить. То есть сейчас, ну, как бы, когда происходит каскад, никто не знает, куда придёт. И обычно цены приходят. Вот, например, когда каскад был 19 мая, цены пришли там на 30 тысяч. Вообще никто этой цифры не ждал. Верили, что на 30 тысяч биток никогда не вернётся. Вот, как бы, сейчас. Ну, тоже, представьте, какую сумму немыслимую. Туда и ставьте на откуп на всякий случай. Всё хорошо будет. На 10 тысяч сходим и на луну. Альты сильнее падают, но быстрее восстанавливаются. В узком, понимаешь, альты имеют широкий вход и узкий выход. Когда всё очень сильно валится, например, я когда вот 19 мая, опять же, сейчас вспоминаю, где там CRV-то было. CRV, по-моему, инчи. Да пускай инчи будет. Вот. Тут настолько был узкий стакан, что у меня там был стоп на, по-моему, 3,7, а он сработал только на, там, на 2,6. То есть, настолько было сильное падение, да, что, ну, как бы, трэш. Так, увидимся на теплотрассе. Брое с тобой. Во. Это наш тема. Да, спасибо. Теперь обзор больно смотреть. Только ждать. Цель погиб по 17к. Нет. Ну, как бы, вот, прямо если вообще трэш-трэш смотреть. Вот, прям, трэш-трэш, как минимум, как бы, у нас здесь вот остановка на, ну, да, 18к, и здесь остановка на 23. Я думаю, что, ну, как бы, обычный план, это, ну, мы придем к 30-ке. Каскадный план, я думаю, что на 24 там будет скам свеча. То есть, вообще, ну, кто тут, например, сейчас стопари делает, да, то есть, стопы куда ставить. Вот, если сейчас откупается, куда ставить стопы вот сюда. И, как бы, можем просквизить, там, аж до 24-300. Вот. Но, в общем, и в целом, как бы, сейчас гадать не имеет смысла. Я думаю, что зона 24-300 удежды, а потом уже какой-то свинг, там, на 40, не знаю, там, на 45 где-нибудь хотя бы вот такой вот. Тоже гадать бессмысленно сейчас, просто надо дождаться каскада, и уже, как бы, кого, кому ноги оторвет, кого руки оторвет, уже, как бы, на поле боя идти, считать, подсчитывать, кто сколько Ламборджини потерял. Бонжорно, алейкум, не паникуй, давай, расклеился совсем. Да вы вообще... А чего вы придумываете-то? Очевидно, теханализ не работает на таком рынке. Почему? Все, что остается отыскать, где большинство накуканить, могут и пытаться хотя бы избежать такого. Не знаю. Когда даже гэмблер в медведе начнет перебраться, может, тогда пора потихоньку начнет закупаться. Да, рынок, как бы, у реки Два Берега можешь играть против меня. Я не против. Как бы, все, кто играли против меня последние три месяца, выиграли. Поэтому ты можешь тоже попытать счастья. Во всем виноват доллары. Если бы его не укрепили, фанда бы не полилась, секрета бы росла. Если это троллинг, то хороший, а так, если серьезно, причем здесь. Доллар имеет очень большой вес в этой, ну, диксвай. Вот, но никак не, так скажем, не решающую роль. Да, были времена, когда биткоин рос вместе с укреплением баксов. А так, в общем, в целом, да. Феврале от скотчем, братан, лисы, 22 января, крупняк может пользоваться бабосами, холл 30 дней после уплаты налогов. Так, да, кстати, насчет уплаты налогов есть такое, которое они получили, зафиксив позу в декабре. По 50 к... Нет, ну, вот это уже, как бы, догадки, но вот, насчет налогов согласен, типа, они могут показать свой убыток, вот, а после января уже нормальный, так скажем, свинге ехать. Ну, и февральский фьючер полюбас лонговый. Единственное, что, конечно, ну, непонятно, это, конечно, перехай. Вспомнил, надо сказать, ну, как бы, перехай, это, как бы, условное продолжение тренда. Возможно, как бы, такое, я не исключаю, то, что придем, да, потом, как бы, поедем на АТХ, вот, потому что обычно не делаем перехай, а потом скамимся, и потом мы уходим ниже, ну, чтобы, ну, сделать перехай, и, как бы, скамануться, даже не дав, там, зону по фибе 0.25, что-то новенькое, ну, реально, что-то новенькое. Вот. Поэтому, не все, конечно, по теме. Так, у меня кровь из ушей пошла, когда я увидел график проклятый, еще, может быть, не конец. Да, чуваки, да. Да блин, вы что, ребят? Ну, это бред. Работу искать, да? Надо пить кофе в дубах. Согласен. Еще биби на 56 пойдет. Никого проноза нет. Это лотерея, дай бог биток 20к. Но все сказано к тому, что откатится к 2, 4к. Уважаемый автоканал, хочу поделиться важной информацией для блогеров. Всем привет, с вами. Работу на своем YouTube-канале. Чувак, тебе бан в прямом эфире. Так рекламироваться нельзя. Заблокировать. Артем, у меня информация, пили ролики на фьюча. Ну, по ходу, к этому все идет. Посмотри, биткоин адепт у него. Интересная теория, что слив это просто пожелание китов на закуп ниже. Да емае, этих, блин, богатейших, те адептов. Всех не пересмотраешь, у меня своя стратегия. Вот, поэтому, сорян, ну нет, зашибись. Netflix упал, что больше на 20%, думаю, это послужило причиной падения. Да, как бы, хвост виляет собакой. Нет, конечно, как бы, рынок. Ну, ладно, за крипту, за фонду говорить не буду. Как бы, на фонде я вообще ждал сильно. О, что там покойно? Ой-ой-ой, 91 с камерой. По фонде, например, детскому миру, там вообще весь РТС, как бы, я ждал сильно ниже, он идет сильно ниже. Единственное, что я лонговал, лонгую, JoAnthropyutics. JoAnthropyutics. Лукойл я ждал сильно. Кстати, Лукойл очень хорошо держится, подозрительно. Не шортануть бы ее. Вот, кстати, Лукойл, смотрите, вот так же, ну, 0,25 хотя бы пришла. Мойекс так же. Мойекс, или как там правильно говорить. Вот, то есть, тоже тут он раз. Минимум на 0,25 пришла, а вообще, если там, считать, по хаю, на 0,5, почему BTC так не сделал? Как бы, но биткоин напоминает что-то такое. Кстати говоря, тоже перехай, да, просто ультра скам движения, просто зажимают, да, и кстати, вот так же, к 30 тысячам, бах, еще один, свинг, бах, и уже потом, лютейший, ага, аптренд, даунтренд, ну да, что-то похоже. Вот, ну короче, не унывайте, как бы, делайте свои кафе, открывайте бизнесы, а мы будем спекулировать. Как только вот в ланге полез, все, начались убытки, надо так и продолжал было шортить. Ну, если бы ДКБ, это самые дебильные слова для инвестора, для трейдера, короче, ошибки надо исправлять. Ну, и готовимся к новому сезону. Ладно, да пребудет с вами прибыль, до новых встреч, пока. Продолжение следует...